Я очень уважаю софт и труд разработчиков, которые предоставляют миру исходный код своего продукта. Все желающие могут запросто ознакомиться и погрузиться в размышления и решения разработчиков или его команды, оставленные в виде кода. Ведь программирование – это тоже искусство, как и рисование, и контент-мейкерство, и так далее. В качестве примера могу предложить KDE. КДЕ – графическая оболочка для рабочего стола, с которой я познакомился еще в детстве из книжек по компьютерам. А в 2022-м мне подогнали кучу дисков с дистрибутивами из нулевых. Но знали ли вы, что KDE известны не только своими решениями для Linux? И я не про те нынешние программы для Windows из их сайта. Совсем недавно один из подписчиков мне поведал, что когда-то давным-давно KDE выпускали прям полноценные пакеты своих программ под Windows. И в этом видео мы порассуждаем о KDE на Windows. Своего рода симбиозе или коллабе, который, как мне кажется, не должен был вообще как-то быть. Зачем? Для чего? Есть ли польза? Несите себе чай, присаживайтесь поудобнее и давайте выяснять. Для начала было бы неплохо кратко рассказать про сам KDE в принципе, если кому-то это может быть неизвестно. Хотя, учитывая их популярность в Linux мире, большинство явно имеет об этом какое-никакое базовое представление. К слову, я пользуюсь KDE Connect. Программа прям в ВО. Первое упоминание о KDE произошло 14 октября 1996 года. Маттиас Этрих, очень сильно обеспокоенный проблемами составляющего Unix десктопов, написал свой клич по поиску программистов в свой новый проект. Cool Desktop Environment. Да, именно COOL с буковкой K. Тут не отпечатка. Это игра слов над названием оболочки Common Desktop Environment. Однако, со временем от расшифровки отказались, превратив крутость в обычную букву. В сообщении он оставил следующее. Цитата. Популярность Unix растет благодаря бесплатным вариантам, в основном Linux. Но все еще не хватает постоянного, красиво выглядящего, свободного окружения рабочего стола. В настоящее время есть несколько хороших бесплатных или недорогих приложений. Так что Linux X11 почти удовлетворял бы всем требованиям, если бы мы могли предложить настоящий графический интерфейс. Конец цитаты. Маттиас также подметил, что X-Window System является прежде всего оконной системой, а не графическим интерфейсом. И порассуждал на тему создания полноценной графической среды с семейством программ. Цитата. Графический интерфейс должен предлагать полную графическую среду. Он должен позволять пользователю выполнять свои повседневные задачи, такие как запуск приложений, чтение почты, настройка рабочего стола, редактирование и удаление файлов, просмотр картинок и тому подобное. Все части должны подходить друг к другу и работать вместе, а красивая кнопка со значком редактор – это вовсе не графическая среда пользователя, если она просто вызывает команду X-Term-E-V. Первый полноценный релиз увидел свет в июле 1998-го, спустя полтора года после объявления на оборе. Первые версии очень сильно напоминали форточки с 90-х по дизайну и цветовой гамме, и неспроста. Этот ход был фишкой для привлечения первых пользователей. В октябре 2000-го года начинается ветка KDE2 с множеством усовершенствований в плане сети и ввода-вывода приложений. Также там появился конкурер, выполняющий три функции – HTML-браузера, файлового менеджера и просмотрщика документов. В 2002-м году за второй веткой идет третья, несущая в себе огромное количество новых приложений и крупных изменений. Улучшенное оформление, KSVG, мессенджер-капит, функции для людей с ограниченными возможностями, интеграции, поддержка TTS. 2008-й и 2009-й годы в KDE знаменуют с собой новую систему управления окнами, переход на Qt4, гладкие анимации, новый файл менеджер Dolphin, полноценный редизайн, а сам KDE стал доступен в трёх вариантах – Plasma Desktop, Plasma Netbook для нетбуков и Plasma Active для планшетов. В 2014-м году выходит Plasma 5 с более плоским внешним видом – программой для создания скриншотов, базовой поддержкой Veyland, улучшениями интеграции и безопасности компонентов. И, наконец, шестая Plasma даёт нам систему инициализации Veyland по умолчанию, удаление устаревших фич и переход на Qt6. В настоящее время Linux-дистрибутивы поставляются с двумя типами дисплейного сервера – Veyland и X11. X11 или же X40 был создан ещё в середине 80-х, а Veyland был впервые выпущен в 2008-м году. Veyland является более современным решением – работой над ошибками X и постепенно заменяет последний. Стоит также учесть, что в ветках KDE постоянно выходили новые версии, содержащие разные значимости изменения. И если прямо всё максимально расписывать и разбирать, то, мне кажется, выпуск получится больше, чем на полтора часа. И на этом моменте давайте вернёмся в 2008-й год. Это как 2007-й, только сентябрь в этот раз не сгорел. Сообщество KDE начало задумываться о начале поддержки своих программ и рабочей среды не только в Linux-дистрибутивах, но и в Windows. А учитывая тот факт, что 4-е KDE перешли на Qt4, то почему бы и не попробовать? Сайт данной инициативы находился по адресу windows.kde.org, и там же завалялась поддержка форточек, начиная с 2000-й. В том же 2008-м это всё шло в альфа-стадии, и судя по новостям сайта, есть вероятность, что это было ещё и медленными темпами. Установка начиналась со скачивания KDE for Windows Installer файла в несколько мегабайт, который поможет это всё настроить. Тестирование будет проводиться на Windows XP. Запуская это приложение, нас поприветствуют, скажут, что эта программа используется для установки приложений KDE на Windows, и напомнят, что для установки некоторых пакетов требуется права администратора, иначе их установка может завершиться неудачей. Окей, я тебя услышал, родной. Программа позволяет выбрать три пути установки. Установка со скачиванием через интернет, установка из локального места, и просто скачивание из интернета на диск. Первый вариант давно не работает, зеркал с его пакетами уже давно нет. Третий вариант, очевидно, также не даёт результата. Однако на архив.org лежат полноценные дампы KDE for Windows, чтобы мы могли это всё установить вручную. Последняя версия от мая 2013 года, 4.10.2, весит чуть больше 8 гигабайт. Выбрав второй вариант, нас попросят указать наш каталог с пакетами, выбрать здесь первый вариант, и перед нами появится вот такой список. Список разделён на три вкладки. Приложения, языковые пакеты и пакеты для правописания. По умолчанию в двух последних вкладках отмечается пакет, соответствующий языку системы. Так как мы сегодня на богатом, из приложений мы выбираем всё и жмём «Далее». А, да, не забываем о зависимостях. После установки самое время сказать «Спасибо» контрибьюторам, закрыть установщик, открыть в неё пуск и увидеть, что в папке KDE-релиз имеется точно такая же сортировка программ, как в настоящем KDE на Linux-дистрибутивах того времени. Development, Education, Find Files, Games, Graphics, Internet, Multimedia, Office, Settings, System, Utilities. Прелестно! Рассмотрим не всё, а самое плюс-минус интересное. Начнём с Conqueror. Как я говорил ранее, эта программа выполняет три функции – интернет-браузера, файлового менеджера и просмотрщика документов. Первую функцию он ныне выполняет плохо, даже Google толком уже не открывается. Вторую выполняет с блеском, а с третьим перенаправляет на другие приложения в зависимости от формата. Изображение, кстати, он открывает внутри программы. Также я заметил, что некоторые приложения по типу Камейл здесь открываются очень долго, а пакет Contact Touch вообще зависает при запуске, хотя на виртуалке 2 гигабайта АЗУ. К слову, Камейл уже вообще никак не хочет привязывать почту. Либо ошибка, либо просто молчание. Жаль. Если открыть множество программ, то они буквально выглядят как единое целое. Своего рода экосистема, что очень красиво, как и желал автор в 1996-м. RSS-читалка Акгрегатор на удивление показывает новые посты из KDE Look по сей день. Спецификации, как и протокол, не менялись уже лет 15. Переход по ссылке открывает движок Conqueror. Тут такого будет достаточно, ведь это буквально местный интернет-эксплорер. Тут можно буквально Эксплорер Экзео брать, и ты по факту полноценно пользуешься программами KDE. В Dolphin документы тебе откроют либо Кейт, либо Окулар, но не виндовый блокнот. Док.эксфайлы почему-то открываются как архив. Фото покажет G1 View, а музыку откроет Амарок, который вылетает при запуске. Путешествие по папкам и открытие файлов выполняется буквально одним нажатием кнопки мыши по нему. Благо настройки никто не отменял. В пакете с другими приложениями идет большое количество мини-игр разных жанров и возраста, причем отсортированное по группам. Поиграв во множество из них, могу сказать, что графическое исполнение тут, конечно, необычное. Из интересных программ по работе с графикой тут можно отметить ColorPaint и программу создания скриншотов. Вторая тут буквально простая. При запуске сразу создает скриншот и предлагает его или сохранить, или отредактировать в ColorPaint, или посмотреть в других KDE программах. Плееров тут два. Амарок и Жук. Первый, как уже мы знаем, сразу отваливается, а второй уже запускается, но не проигрывает музыку. Прям вообще никак. Не думаю, что это проблема кодеков, так как в стандартном плеере и VLC музыка проигрывается. Он, кстати, тут в комплекте. Еще могу упомянуть про NEPA MOOC. Система поиска данных на основе метаданных файлов. Будь то обычный комментарий, время, указанные вручной теги и внутреннее содержание, если файл содержит в себе текст. Можно привести пример. Создаем текстовый документ, пишем внутри его «Привет», сохраняем, открываем Dolphin и нажимаем Find, мы видим внизу тип поиска, по названию и по содержанию. Выбираем второе, вводим «Привет»… И вуаля! Ничего не напоминает. Из оставшихся программ тут совершенно типичные. Калькулятор, заметки, редакторы, таблица символов, таймер чая, статистика использования диска, менеджеры сертификатов и ключей. Конфигурация тут либо через параметры системы, они тут есть, либо через конфиги вручную. Параметры системы, подмечу, сильно урезаны, что не кажется удивительным. Однако некоторые функции в настройках почему-то заблокированы. А есть ли тут окружение рабочего стола в целом? Одни приложения и ничего больше. Есть, конечно, находятся по этому пути и называется Plasma Desktop. Пусть это и выглядит красивенько, но, увы, оно нестабильно. Виджетов нет, а нижняя панель, как по мне, работает немножко не так. В меню блокировка и выход ничего не делают. Каков итог? Как по мне, на 2013 год это уже выглядело как-то смешанно. Кагет на XP выдает ошибку точки входа, некоторые программы буквально долго запускаются, а само окружение плазмы можно закрыть банальным нажатием Alt-F4 и через время нам сообщат, что программа неожиданно завершилась. На Windows 7 каких-либо изменений я особо не заметил. Однако, забавой ради, я протестировал это на Windows 11. И тут всё точно так же. Приятный ли дизайн? Как по мне, да. Была ли в этом польза? Нет? Большинство приложений KDE в условиях Windows, по моему скромному мнению, здесь бесполезны. Но некоторые из них я бы так и взял на постоянное пользование. Помогло ли это продвижение KDE обычным пользователям? Скорее да, чем нет. Любой вид адекватного продвижения будет очень полезен. Так что грех такой упускать, если имеются моральные силы и возможности. А что вы думаете об этом? Каково ваше мнение? Пишите об этом в комментариях. На этом моменте я завершаю своё повествование. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. Не пропускайте интересный контент. Спасибо за просмотр и огромная благодарность неравнодушным донатерам. Всего вам наилучшего и до новых встреч, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok